Алло. Здравствуйте. Добрый день. Компания Кризиспредфинанс, город Москва. Меня зовут Джумухамедова Зарина, специалист отдела взыскания. Минуточку, пожалуйста. Что вам? Скажите, пожалуйста, я веду диалог с Артёмом Андреевичем, верно? Пока ещё диалог никакой не ведёте, да, это я. Вы надеетесь вести диалог, правильно понимаю? По характеру поступает вам микрофинансовая организация, честное слово, оплату требует от вас Артём Андреевич. Сумма у вас ежедневно на увеличение к оплате 21 200 рублей. Текущая просрочка 56 дней. Вы от имени этой компании сейчас заявляете или вы предполагаете, что она требует? Микрофинансовая организация, Артём Андреевич. Подождите, вы, если мне память не изменяет, меньше минуты назад сообщили, что вы кредит экспресс-финанс. А при чём здесь микрофинансовая организация? Микрофинансовая организация. Работаем с данным делом на основании агентского договора. На основании агентского договора вы с ней работаете с этой организацией? Хороший условие кредитного договора, 37-ю статью 310-ю. В полном объёме ваш микрозайм не завершён. Последнюю оплату вы производили 14 сентября. Больше всего... Да, я это знаю. Зачем вы мне об этом сообщаете? Когда платёшь поступать следующий от вас? Вопрос слышали. Зачем вы мне сообщаете то, что я отчётливо знаю? На основании агентского договора вы должны мне донести информацию, а отчитываться перед вами я не обязан. Требуют оплаты всего долга. Ну требуют. А вы здесь при чём? Ну хорошо, требуют. Вот пускай они звонят и мне задают вопросы. А вы тут... Вы оформили микрозайм... Я это тоже знаю. Ну микроорганизация... Ну никого ещё не запрягли. Вы тут каким боком мне вопросы задаёте? Ну сообщили мне по агентскому договору. Что дальше? Я вам ответила на ваш вопрос. Я не слышал ещё раз, будьте любезны. Я плачу на Союзе у вас, Артём Андреевич, прежний. Доступ к личному кабинету у вас также есть. Ну и что? Я знаю. Но это констатация фактов. Я их знаю. Нет, спасибо. Денежные средства вы занимали микрофинансовая организация. Ну... В короткий срок. В 20-дневный срок должны были рассчитаться полностью. И что дальше? Ну вы здесь при чём? Я у вас их занимал? Я что, я что, диктую новые рекведиты вам для оплаты? Ну сообщили мне всё, всё, дальше. Что вопросы-то задаёте? Когда ваша оплата поступает, какую информацию мне передавать вашему кредитору? Не надо ничего передавать. Я сам ему передам, если он спросит. Артём Андреевич, на сегодняшний день я фиксирую отказ. От оплаты. Давайте, давайте, фиксируйте. Я удачу разговора передаю вашему кредитору. Отлично. Вот это... С этого и надо было начинать. А что вы там это самое... Что-то от меня требуете услышать? Пускай кредитор звонит мне. Я буду с ним разговаривать, с кредитором, если он не докажет по телефону, что это он. Что-то от меня, Артём Андреевич. Что я? Я здесь в квартире... Ой-ой-ой-ой, успокойтесь. Не надо так нервничать. А адрес верный, спрашиваю? Я вам что, сказал, что я буду на какие-то вопросы отвечать, а на какие-то не буду отвечать? Я ни на какие вопросы отвечать не намеряю. Ну, Артём Андреевич, либо регионального представителя по адресу регистрации будете разговаривать с глазу на глаз, раз не хотите... Да я очень люблю разговаривать. Это мужик будет или баба такая же нервная? Я передаю вашему кредитору. Хорошо, я об этом и говорю. Надо сразу было этого защищать. Да, давай, не кашляй. Ну да, друзья. Вот обожаю таких, которые не могут контролировать себя. Заводятся прям слышно. Вы слышали, как голос в процессе разговора менялся? С напыщенно-вежливого до истеричного. Там уже аж какие-то хрипы были в горле. Она реально воспринимала мой, как она сказала, диалог как вызов, как плевок ей в физиономию. Вот это вот точно привыкла. Либо ей уже кто-то там внушил, что все, кто должны, все какие-то люди второго сорта. А вот она вот такая вся там сидит на телефоне, все может, все знает. И никто не имеет права ей слово против сказать. Ну, дура одним словом. И еще, друзья мои, информация для тех, кто хочет встать под юридическую защиту. Для тех, кто хочет посетить наши регулярные бесплатные вебинары. Для тех, кто хочет вступить в бесплатную группу ВКонтакте. В открытую, простите, группу ВКонтакте. В описании видео, с какого бы ресурса вы не смотрели этот ролик, вы можете увидеть внизу ту самую информацию, которая вам так необходима. А именно, сайт наш www.aliam.ru Ссылка на нашу группу ВКонтакте. Группа открытая, доступ для всех свободный. Также ссылочка на презентацию вебинара. Теперь по порядку. Ссылка на наш сайт. Пройдя на наш сайт, вы увидите видео. Обязательно рекомендуем его посмотреть. Именно в этом видео выложена полностью вся информация, как устроена работа кредитных юристов. Пожалуйста, посмотрите это видео. Тем самым, очень много вопросов снимется, и вы будете максимально уверены в своем шаге. Значит, для тех, кто в группу ВКонтакте хочет вступить, все совершенно понятно. Проходите и вступаете в группу, там много информации, очень полезно, регулярно выкладывается. Для тех, кто хочет пойти и поучаствовать на бесплатном вебинаре, который мы регулярно проводим, тема вебинара «Как законно не платить по кредиту». Мы откроем очень много секретов банковских, которые так тщательно не скрывают. Тоже, пожалуйста, ссылочка в описании. Проходите, кликайте, посмотрите видео, там есть видео обязательно, тоже очень полезное. И регистрируйтесь. Пожалуйста, вносите в форму корректную информацию, которую предложит вам сайт. В противном случае мы не сможем с вами связаться, мы не сможем отправлять вам информационные письма. Указывайте корректно номера телефонов, указывайте корректно e-mail, на которые вы хотите получить информацию. Для тех из вас, кто не видит какой-то течения описаний, допустим, смотрит данный ролик, слушает, простите, с канала YouTube, в конце этого ролика будет в окошке трансляции высветится три иконки, так называемые аннотации. Справа будет кликабельная ссылка для подписки на наш канал в YouTube. Слева будет ссылочка на видео, как устроена работа кредитных юристов. Обязательно посмотрите, очень полезная. Ну и посередине будет кликабельная ссылка, наш логотип, нашей компании с презентацией вебинара. Еще раз повторю, для тех, кто хочет ставить заявку на консультацию, на бесплатную, пожалуйста, указывайте корректно информацию о себе. Как только отправите заявочку, проверьте свою почту. Тут придет от нас письмо и будут указаны телефоны, с которых звонят наши сотрудники. Если по какой-то причине вы не видите письма в папке входящей, проверьте папку в спам. Бывает, что письмо уходит в спам. На этом все. На связи был Кузнецов Дмитрий. Счастья вам. Финансового благополучия, здоровья и удачи.